Как заработать на новозеландском долларе? Ну понятно, хорошо купить, потом выгодно продать. А где это сделать? Сейчас я покажу прямо на графике, покажу примеры, покажу свои разворотные точки, на которых вы сможете заработать. Давайте быстренько глянем евро-доллар и перейдем к новозеландскому доллару. На евро-долларе наблюдается такой восходящий тренд и сейчас идет коррекция. Коррекция подходит к уровню Fibonacci 23.6. Смотрите, вот здесь вот на уровне цены 1.07.32. Здесь можно будет купить и заработать на росте, на коррекции от этого уровня. Также если цена пойдет дальше, еще ниже, то есть линия поддержки, вот такая наклонная. Здесь в уровне цены 1.05.64 тоже можно покупать и заработать на росте. Либо использовать стратегию усреднения. Кстати, у меня есть на канале по ссылке в описании, кстати, ссылка на мой канал. Можно использовать стратегию усреднения. У меня там есть видео на эту тему. И, кстати, мой робот, он торгует по стратегии усреднения. Так что, если кому-то интересно, переходите на мой канал и пишите мне по ссылке в Telegram. Я расскажу, как его получить бесплатно, если вы клиентомаркет. Ну, а теперь давайте перейдем к новозеландскому доллару. Смотрите, сейчас он пробил линию сопротивления от треугольника и возвращается обратно. Когда он возвращается обратно, возникает зеркальная линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Бирюзовым прямоугольником я показал разворотную точку. Отсюда в районе цены 0.62.59 можно будет купить и заработать на росте. Если цена двинется еще ниже, здесь есть просто классическая линия поддержки. Здесь в районе цены 0.62.14. Также разворотная зона. От нее можно будет тоже покупать и зарабатывать на росте. Но не только на самом новозеландском долларе можно заработать. А еще также на кроссовых парах, которые содержат новозеландский доллар. Давайте посмотрим. Вот есть австралиец, новозеландский доллар. И здесь вот на графике D1 мы видим была линия поддержки. Потом вот смотрите H4 я приближаю, H1. Видите, цена была несколько раз отрабатывала. Кстати, отбивалась. Мы зарабатывали на коррекции от этой линии поддержки. А потом цена пробила эту линию. И сейчас сформировалась зеркальная линия сопротивления. Вот цена подошла один раз. Отбилась вниз. От зеркальной линии хорошо отработала. Я рассчитываю, что она может еще раз это сделать. Потенциал есть. Если цена дойдет до этой линии сопротивления, это в районе цены 1.06-0.5. Отсюда можно будет продавать и зарабатывать на падение. Какие еще пара содержит новозеландский доллар? Ну и достаточно много. Я сигналов нашел вот на четырех, точнее на трех кроссах. Давайте посмотрим евро к новозеландскому доллару. Здесь наблюдается вот такая волна восходящая. И сейчас пошла коррекция вниз. Коррекция вниз отбивалась от уровня Fibonacci 23.6 и от уровня 50. Это хороший знак. Я рассчитываю, что от уровня 61.8 тоже она добьется. Поэтому здесь можно будет купить в районе цены 1.7024 и заработать на росте. Так что себе пометьте. Можете поставить алерт и спокойно ждать цену здесь. Еще один кросс. Это новозеландец-швейцарец. Содержит также линию поддержки. Смотрите, вот линия поддержки. От нее можно будет купить и заработать на росте. Если цена дойдет до этой разворотной точки, это в районе цены 0.5582. Отсюда можно будет купить и заработать на повышение цены. Полный обзор смотрите на моем канале. По ссылке в описании я там рассмотрел еще несколько валютных пар. В том числе серебро, S&P 500. Ну а сейчас давайте посмотрим экономические новости, на которых можно заработать. В частности по новозеландскому доллару. Итак, в понедельник особых новостей нет. Только есть новость по изменению процентной ставки в Китае. У Центробанка Китая. Но само изменение не планируется. Поэтому будет просто повышение владельности. Но направленного движения ждать не стоит. Во вторник особых новостей я не вижу. А вот в среду решение по процентной ставке в Новозеландии. Новозеландский Центробанк планирует повысить процентную ставку с 5.25 до 5.50. Если это случится, если это подтвердится, то можно ожидать повышения новозеландского доллара. И можно заработать на его росте. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там я оповещаю своих подписчиков о таких важных новостях, чтобы не пропустить и вместе заработать. Еще в этот день будет индекс потребительских цен по Британии. Здесь можно ожидать увеличения волатильности. Если вы не знаете, как торговать эти новости, не проходили мой базовый курс для начинающих, то лучше просто воздержитесь от торговли. И вечером в 21.00 будет публикация протоколов ФОМС. Это просто традиционно волатильная новость. Тут тоже лучше воздержаться от торговли. Либо торговать на коррекциях. У меня тоже есть про это отдельный ролик на моем канале. И в четверг нас ждет ВВП по Германии. Здесь планируется увеличение ВВП. Поэтому, если это подтвердится, можно ожидать роста евро. А следующая новость днем, наоборот, негативная для доллара. Здесь ожидается уменьшение ВВП. И это также укрепляет евро-доллар. Поэтому по евро для евро четверг будет очень хорошим, позитивным днем. Ну и в пятницу особых новостей нет. Вот такие новости и сигналы на эту неделю. Напоминаю, что если вы только начинаете свой путь в торговле, то обязательно пользуйтесь моим курсом для начинающих. Вы можете его получить бесплатно. Если перейдете по ссылке в описании на мой канал. И зайдете на мой лендинг, где будут условия для его получения. Также, если вы хотите торговать торговым роботом, также пишите мне в Telegram. Я расскажу вам, как его получить бесплатно. Также вы можете меня поздравить. У меня на YouTube на моем канале число подписчиков перевалило за 2000. Чему я очень рад. Это ваша заслуга. Обязательно поставьте лайк. Напишите мне что-нибудь в комментарии. Мне будет очень приятно. Ну а вам я желаю успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok